Всем добрый день! В эфире программа «Время говорить». И сегодня у нас в гостях организатор Всероссийского музыкального конкурса фестиваля «Другая высота» Екатерина Бабенко. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада, что вы сегодня к нам пришли и будете нести заряд творчества и красоты в нашу студию. «Другая высота» – что это за конкурс? Расскажите, дайте несколько слов людям, которые об этом еще не слышали. «Другая высота» – я думаю, уже по названию понятно, что это что-то немножечко другое. Это конкурс-фестиваль популярной музыки для талантливых детей, которые, скажем так, умеют петь, которые обладают определенными вокальными данными. Это конкурс, который несет в себе не только соревновательный дух, но и то слово «фестиваль», в котором заложено очень много. И несколько дней проведения вместе, и мастер-классы, и знакомства, творческие встречи. То есть «Другая высота» – это не просто конкурс. Дети берут микрофон, выходят перед жюри с номерами и жутко волнуются. Это то место, где ребята могут раскрыться, познакомиться с новыми людьми, пообщаться и, наверное, вынести какие-то очень позитивные, очень важные эмоции для себя. И обязательно вернуться. В целом, наверное, «Другая высота» – это музыки, о том, что с ней связано. Потому что чем дальше мы заходим, тем больше ребят присоединяется к нам, не только поющих, но и танцующих. Потому что любое музыкальное шоу – это шоу, а шоу не обойдется без перформанса, без подтанцовки, без взрыва эмоций и всего, что может взрываться. Поэтому, да, «Другая высота» – это такая площадка для талантливых детей, где они могут проявить себя и узнать, как много больше нового. А что эти дети могут в итоге получить? Что их ждет? Что ждет победителей? Какие знакомства их ждут? Ну, прежде всего, их ждет их детская тусовка музыкальная, чему дети, безусловно, рады. И нам очень нравится, когда после фестиваля ребята общаются, когда они дружат своими соцсетями, когда они где-то встречаются на наших же проектах. Наверное, наш фестиваль отличается тем, что мы не побоялись пригласить московских продюсеров, а в частности Андрея Сергеева. Это музыкальный продюсер шоу «Голос», «Голос дети», музыкальный продюсер «Агутин Проджекта», такой детский форум. Мы пригласили Стасю Федорову, это экс-участница шоу «Голос», потрясающая девушка, 15-летняя девушка, если можно так сказать, которая, несмотря на то, что, кстати, не победила, она и ведущая, и пишет песни, не только, кстати, для себя, записывает эти песни, выпускает альбомы. В общем, человек, которого в первый год наши ребята безумно полюбили, и третий член жюри — это наш местный педагог, потрясающий человек Дмитрий Грибанов, который, ну, скажем так, о том, что происходит у вас вот здесь, знает все. То есть мы сейчас с вами для него споем, а он нам расскажет, в общем, где что было подзажато. И в первую очередь, вот по моему ощущению, по тому, как мы, организаторы, это видим, нам бы хотелось, чтобы ребята выносили с этого фестиваля вот этот позитив, что ли, вот эти эмоции. Плюс, конечно, мы отличаемся тем, что мы замахнулись на свет, на звук, на яркое шоу, которое, ну, однозначно после себя оставит след не только участников, их родителей, но и всех, кто это увидит. Чтобы ребята понимали, что их труды, которые проходят в студии, да, с педагогом, они не пройдут зря. Вот есть такое место, где можно будет не просто спеть, так, как я сейчас говорила, а можно будет быть на самом деле звездой. Потому что нам очень хочется, чтобы каждое прослушивание было, знаете, как концерт. Вот ты выходишь на концерт, раскованный, на тебя светит свет, сзади видеоряд идет, и все тебя аплодируют. Мы приглашаем, кстати, людей посетить, прослушивая, они пишут. Правда, это очень интересно. Конечно, это призы. Мы подходим к этому очень рационально, думая о каждом исполнителе, о том, что бы им было интересно, вот что бы они хотели получить с этого фестиваля. И, конечно, наш гран-при, вот в прошлом году ребята летали на музыкально-образовательный форум Леонида Агутина. У нас летала девушка, прилетела с потрясающими эмоциями, с таким зарядом. Нам почему-то здесь, на периферии, вот как некоторые говорят, ой, где там ваш Владивосток? Кажется, что, боже мой, лететь в Москву или там к Агутину, это что-то такое нереальное. Хотя на самом деле все рядом, все близко. И вот наш фестиваль, наверное, так называется «Другая высота», потому что мы хотим дать ребятам чуть больше, немножечко другого конкурса, другого фестиваля, другого общения, света, звука и так далее. Это здорово. Я, насколько знаю, во Владивостоке фестивалей такого уровня нет. И также я знаю, что участники первого сезона «Другая высота», я правильно говорю, сейчас находятся на шоу «Голос дети». Да, братья Коценко, Дима и Сережа. Причем вот такая очень интересная история. В прошлом году мы не собирались брать дуэты, потому что это отдельная категория ребят, это отдельная номинация. Но когда они предстали нам свою заявку, все, мы о нас трое. Я, кстати, хотела начать с того, что я сегодня здесь не за себя говорю, а с одной стороны у меня должна сидеть Наталья Кучмей. Человек, который о музыке, о вокале знает все и, мне кажется, чуть больше. И Нина Сурай, человек, как мне кажется, немножко с другой планеты, у которой где-то вшиты батарейки и явно вшит процессор. Потому что та организация, которую совершает Нина, все, что она делает, это, конечно, бесценно. Все наши с Наташей идеи, они тут же оформляются и выдаются. Так вот, мы нашим, нашей тройкой, так сказать, приняли решение братьев Коценко взять фестиваль, потому что они покорили своим видом и тем, как они пели и голосами. И сделали это не зря, потому что на конкурсе Андрей Сергеев, он был достаточно мальчалив, потому что, в общем-то, не хочется каждого ребенка перебивать и что-то тут же говорить, да, чтобы, не до Бог, не расстраиваться, записывалось. И он так и сказал, что неважно, каким будет результат, я вас приглашаю на кастинг, шоу «Голос». Ребята, поехали, они прошли, и вот скоро будут эфиры, и зрители сами все увидят, но это такая наша маленькая победа, наша гордость, что другая высота, как вы говорите, да, о призах, о том, что же дети получают. У них еще есть возможность быть ближе к тому месту, куда они все стремятся, к Москве, к продюсерам, потому что ребята растут, и вот это очень интересно, как в этом году на них, да, посмотрят те люди, которых видели в прошлом году. В общем, да, мы покоряем голос, дети. Как идет организация второго сезона «Другой высоты», когда пройдет сам фестиваль, и расскажите о масштабе в этом году, о количестве участников по сравнению с первым годом. Начну с участников, их, правда, очень много в этом году, и должна признаться, что мы приостанавливаем прием заявок в силу того, что для нас очень важно качество. Взять всех и не справиться с чем-то, ну, понятно, это не наша история, слишком у нас хорошая команда, но нам очень хочется, чтобы каждый участник чувствовал себя особенным. Очень много ребят с Хабаровска, с Белогорска, с Комсомольска-на-Амуре, с, в общем, Приморья нас слышит, и слава богу, что едут, потому что на самом деле это очень интересно. Организация в этом году вроде бы легко, потому что мы все это прошли, мы не пожалели ни сил, ни средств на то, чтобы в эту организацию всю пройти, но это второй сезон, и нам надо чем-то, ребят, удивить. По копирке ты все не сделаешь, в любом случае это другие мастер-классы, это другое шоу, это другие песни, но нам важно, чтобы сама схема мероприятия осталась узнаваемой и понятной, чтобы каждый раз, приходя на другую высоту, ты понимал, что там будет проходить. Но, тем не менее, естественно, новшество обязательны с нашей стороны. Учитывая то, что мы все втроем, и Наталья, и Нина, и я, мы всегда на связи, это может быть вплоть до того, что ночью хватаешь телефон, у меня пришла идея, я завтра забуду, но это срочно вам сказать и с вами поделиться, и понимая, что на том конце не спят, и говорят, так, все, записали, сделали. Благо мы все за одну идею, мы, у нас видение очень, ну скажем так, одинаковое во всем, нам очень легко работать, это наш большой плюс, плюс нашей команды. Ну и мы так для себя решили настроя, если вдруг кто-то с чем-то не согласен, мы просто голосуем, и тут два против одного, без вариантов. Вот, организация идет достаточно легко, я думаю, в силу того, что мы очень любим это дело, мы за него болеем, и видим в нем большую перспективу, мы очень любим детей, и нам очень хочется, чтобы их талант был и услышан, и замечен, и чтобы взрослые, мне кажется, они недооценивают наших ребят, вот мы порой слушаем, что они творят, мурашки бегают, в общем, по волосам даже, скажем так. И хочется, чтобы это видели все, но это наши дети, это наше будущее поколение, и нам, ну, если у нас есть возможность, мы обязаны им дать эту площадку, эту платформу, для того, чтобы они там самореализовывали, чтобы они понимали, что мы для них, ну, они уже пускай берут то, что мы даем. Сколько детей участвует в этом году? Ведь эти заявки уже приостановлены, да, правильно? В этом году подано заявок около 100, я точное количество сейчас не знаю, потому что день уже начался, я вот видела, что еще прилетают заявки, около 100 человек. В целом за два дня очень так комфортно и легко мы можем прослушать 120 человек, но мы всегда хотим немножечко запастись этим временем, немножечко его оставить на творческую встречу, на какое-то совместное действие. Поэтому вот в этом году мы все-таки немного запас оставили, в следующем году будем думать, что делать, может быть, мы будем добавлять дни, вот, ну, соответственно, наполнять их чем-то, потому что, скажем так, параллельно ребята, которые прослушиваются, остальная часть ребят находится на мастер-классах. Они постоянно меняются, у нас, в общем-то, нет такого, чтобы кто-то, ой, у вас полдня свободных, и погода не та, и, в общем-то, куда их ребят деть, обязательно все должны с нами рядышком. Мы как те мамочки, знаете, кстати, интересно, ну, интервью-то уже давали, уже разговаривали, мы все, наши дети, наши дети, ваши дети, это кто? Кто ваши дети? И мы ловим себя на том, что, правда, всех ребят с другой высоты называем наши дети. Наверное, потому что, ну, вот те ночи, которые мы не спим, мы для них, мы делаем для них. Вы их искренне уже любите и переживаете, наверное, за каждого. Я даже боюсь представить, как сложно и вам, и членам жюри в финале делать выбор, но это, помимо того, что фестиваль, это все же таки конкурс. Да, для нас, вот как для организаторов, такой болезненный, наверное, момент. Мы пытаемся сейчас это и родителям, и ребятам донести, наслаждайтесь, берите от этого чуть больше, будьте раскованными. Если мы вам нужны, мы всегда здесь вам помочь, с вами пообщаться, потому что, да, к сожалению, в конкурсе все не победят. Жюри нашему мы полностью доверяем. Члены жюри, ну, съели на этом собаку, можно так сказать, там, ну, все. И здесь мы, как организаторы, абсолютно никак не участвуем, мы просто как наблюдательный такой, в общем, орган, который сидит и за всем наблюдает. Хочу сказать, что жюри работают очень слаженно и в целом очень схожи в том, что они говорят. Это интересно, но для нас, да, сердце кровью обливается, потому что ребята, наверное, каждый идет с победой, естественно. Поэтому мы стараемся сделать чуть больше номинаций от наших партнеров, от наших друзей, чтобы всех можно было наградить. Ну, как всех, не наградишь всех, конечно. Мы делаем от тебя подарки, ну, и вот эта атмосфера, она важна, чтобы не важно, да, вот победил ты или нет, чтобы ты вышел с таким запалом, с какой-то внутренней энергией, с вдохновением творить, делать, быть лучше и понимать, что у тебя за спиной есть огромная банда таких же, как ты. Вот, знаете, Екатерина, сейчас вы рассказали в целом, да, о конкурсе, о фестивале. Мы сейчас идем на небольшую рекламную паузу и позже, уважаемые телезрители, вернемся и, так скажем, развеем мифы, которые витают вокруг фестиваля в другая высота. И это будет очень интересно. Оставайтесь с нами. В эфире по-прежнему программа «Время говорить» и у нас в студии Екатерина Бабенко. Екатерина, вот мы с вами поговорили о конкурсе «Другая высота» о фестивале. Вы рассказали о том, что это достаточно масштабное мероприятие. Я поняла, что это не просто однодневный конкурс, где дети выступают, получают свои оценки и уходят. Это целый мир, это такая маленькая жизнь, в которой участники и их родители проживают вместе с вами и плюс ко всему получают очень весомые призы, путевку в жизнь, можно сказать, да. Некоторые из них, они могут уехать в Москву и там реализовываться. Это очень здорово. Но я вот вас слушаю, и я думаю, что у многих телезрителей тоже возникает вопрос. Все так масштабно. Ведь мы все прекрасно понимаем, сколько стоит организовать такое мероприятие. Свет, звук, аренда зала – это же огромные деньги. Участие, я так понимаю, платное, но наверняка вы даже близко не окупаете все свои затраты. Вы вообще кто? Что вы за люди, которые вкладывают деньги? Какая цель у вас? И действительно является ли это способом заработка? Может быть, есть какие-то другие здесь источники дохода? Вот извините за откровенный вопрос, но это интересно всем, я уверена. Нет, мы на этом не зарабатываем. Для нас, как для организаторов, важна идея. Как бы это странно ни звучало, я понимаю, что это странно для некоторых звучит. И меня достаточно часто спрашивают. Господи, с вашим потенциалом вы бы могли там горы свернуть. Но, наверное, все-таки дело в том, что в какой-то этап, период своей жизни, в силу того, что судьбой тебе предначертано, ты можешь себе позволить вот так организовать большой конкурс, фестиваль. Потому что, во-первых, потому что ты любишь детей. Потому что это то, что дает тебе какое-то вдохновение. И это, на самом деле, то, что хочется делать. Мы все втроем понимаем, что у нас есть некий пробел в этой сфере музыкальной для детей. Мы вот немножечко, так забегу, может быть, вперед. Между нашими фестивалями мы делаем социальные проекты. В этом году это был проект «Дышимая земля», где мы записали клипы, песню. И это был такой социальный проект. Нас очень поддержал хорошо город и администрация. И мы поняли, что в целом другая высота – это может быть еще и продюсерским центром. Потому что, в общем-то, здесь тоже все понятно. Мы понимаем, куда двигаться. Но у нас в нашем городе двигаться-то некуда. То есть мы сами должны создавать те площадки, на которые мы же и будем продвигать ребят. Конечно, есть и городские мероприятия, есть спортивные мероприятия. Но там работают потрясающие люди, у которых есть свои дети. В общем, а в целом у нас эта платформа никакая. И хочется ее развить. Наверное, изначально, так как у Натальи своя школа, она сама из музыкальной среды. И, скажем так, в своем деле, именно в своем, в личном, она отдается полностью этому делу. И хочется сделать что-то больше, чтобы ребята не только пели, но еще могли бы где-то участвовать, получать потрясающие подарки. У Нины та же самая мысль в голове. Более того, они с Натальей давно работают вместе. Наверное, вот это вот объединение трех голов, трех идей, которые сошлись в одном, и дает на выходе фестиваль. А по поводу средств, благо, у нас есть очень надежные партнеры, наверное, такие же озадаченные детским развитием, как и мы. Мы им очень благодарны. Благо, наверное, нам важна идея больше, чем финансовая составляющая. Потому что, когда ты начинаешь гнаться за тем, как бы нам побольше заработать, поверьте мне, мы бы набрали 200 участников, все плотничком бы выслушали, и все, и поехали бы там. Тоже это не те деньги. Поэтому мы за идею. И я уверена, что так будет и дальше. Ну, на самом деле, в ваши слова хочется верить, да, и в них невозможно не поверить, потому что мероприятие говорит само за себя, мероприятие такого масштаба. Очевидно, что здесь без любви к своему делу организовать его просто невозможно. А как родилась эта идея? Вот я так поняла, Наталья, у нее своя школа. Вы тоже имеете, наверняка, какое-то отношение к музыкальной жизни. Нет, я просто пишу песни почему-то, не спрашивайте меня. То есть вы такой творческий человек. Да, так же, как и стихи. В общем, несмотря на то, что получала кучу образования, все они были в области экономики, финансов и так далее, MBA. В общем, я думаю, это все привело сейчас к тому, что есть. Есть именно потому, что где-то внутри творческое начало существует. У меня был свой проект, и он сейчас, мы на небольшой паузе, в нем. Мы с ребятами из детских домов, коррекционных школ писали картины, мы учили их рисовать, у меня были педагоги, делали выставки. И я долгое время жила в Сингапуре, зная, что есть Наталья Кучмей. Мы просили Наташу помочь нам с открытием, то есть чтобы ее ребята спели на открытии. У нас как-то очень легко все получалось. А потом однажды меня попросили написать песню для прекрасных ребят «Приморья бессирот». Я написала песню «Чужих детей не бывает», которую спели ребята Наталью Кучмей. И однажды, вот так, сидя за чашечкой кофе, пришла идея, ну, скажем так, мы часто говорили о том, что давай что-нибудь сделаем. Желание было уже, но мы не понимали, что это. И вот Наталья говорит, давай сделаем фестиваль. Это страшно было, потому что фестиваль, подождите, делают большие дяди, взрослые. А мы-то куда? Кто нам поверит? Как же поверят? Главное это делать, главное начать. И вот так немножко с трясущимися руками мы вступили в это. Было много отговоров, конечно, и сомнений с разных сторон. Ну, вот я думаю, это силище, которое было тогда в принятии решения. Не побить ее, не победить. То есть, это было такое спонтанное решение. Я помню, что мы тогда думали, может быть, это будет небольшой какой-то конкурс, или же нам отличиться как-то от всех. Отличиться — это те самые затраты на звук, на свет, на масштабность этого мероприятия. Не жалеть средств на мастер-классы, на то, чтобы ребят покормить, каждому вручить подарок, сувенир. Это все в целом. И, в общем-то, вот я помню, это было лето, как мне кажется. Вот с того момента все как завертелось, как закрутилось. В команду пришла к нам Нина и... А вы до этого, до другой высоты, организовывали что-то подобное? С моей стороны, больше это были выставки для ребят. Они были, может быть, не такими масштабными, но, тем не менее, какой-то опыт в организации он уже был. У Натальи, ну, во-первых, у них в их школе ежемесячно проходят отчетные концерты, которые тоже требуют определенной организации. Но, в целом, наверное, вот этот, скажем так, силы с одной, с другой, с третьей стороны, тут уже никуда не денешься, справишься. И, на самом деле, работа идет очень легко. И вот эти, начиная от финансов, да, от бухгалтерии, потому что здесь абсолютно все открыто и честно, и чисто, и так и должно быть в любом, ну, в таком масштабном конкурсе, там, заканчивая творческими моментами, написанием сценариев, продумывание каждого номера ребенка, так, здесь мы запутим, там, самолет у нас полетит, здесь у нас будет лайв-трансляция, там, ну, вот... То есть даже так вы помогаете детям организовывать их номера? Да, да. Это я сейчас говорю об открытии, то есть как только мы открываем прием заявок, вот первые, так сказать, участники имеют право участвовать в... Точнее, скажем так, все имеют право. Ну, кто первый вошел в вагончик, кто первый подал, у тебя, наверное, больше шансов. И вот сейчас, готовя открытие, для нас просто спеть мало, нам нужно шоу, чтобы это было, правда, феерично, красиво. Вот здесь, да, вот я говорю, что начинают каких-то цифр, заканчивая, там, каким-то фейерверком. Там все это в головах, все в трех головах. Ну, пока получается. У вас есть свои дети? Да, двое. Они участвуют в этом? Нет, они не участвуют. Они не участвуют, потому что они не поют, или же потому что мама строго сказала нельзя? Дочь поет, поет хорошо. Очень хочет участвовать, но, наверное, это из той серии, ага, знаете, как, не дай бог наши дети победят. Люди, они же добрые. В этом плане. Ну, я думаю, мы, наверное, придем к тому, что однажды наши дети будут участвовать, будут принимать какое-то участие, но это такая тонкая грань. Все мы вот помним Алсу, да, недавно историю в «Голосе». Вроде бы и понятно, почему она это сделала, но сколько негатива, тоже мы все видели. Так же и у нас. Может быть, наши дети будут помощниками нашими. В общем, посмотрим, но пока нет, они не участвуют, хотя, да, очень хотят. И у Натальи, кстати, тоже дочка хорошо поет, и у Нины. Мы для других ребят пока, да. Вот, пожалуйста, уже мы телезрители, еще одно подтверждение истинности и искренности этого мероприятия. Ну вот и последний вопрос из этой серии. Ну, наверняка же вас не раз уже упрекали в том, что первое, второе, третье место обязательно куплено, и что вы вот, 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 ладно, не на участниках, значит, вот на победителях вы обязательно заработаете. Как вы относитесь к этим мифам? Наверное, как мне кажется. В силу того, что у меня уже была какая-то благотворительная деятельность, и у меня аккаунт открыт. Пожалуйста, можно пойти посмотреть, чем я живу. Ну, там, можно посмотреть, с чем живет Наташа, да. То есть, вот так в открытую того, что можно заплатить, чтобы победить, но мы не слышали. Может быть, где-то оно говорится, но оно и будет говориться. Где-то негатив, он однозначно появляется. Мы на это не обращаем внимания, потому что мы точно знаем, что мы делаем, за что мы боремся, и какую идею во всем этом мы преследуем. Что сказать по поводу того, что кто-то думает, что можно что-то купить? Ну, и на голосе ведь думают, что можно что-то купить. Наши ребята туда ездили абсолютно бесплатно. Ну, как они покупали билет. Там никто ничего не платит. Это живая очередь из талантливых ребят. Но это же ты тоже никому не докажешь. То есть, у всех свое мнение, и, наверное, все немножечко умнее. Поэтому мы эту ситуацию абсолютно отпустили. И я думаю, что через какое-то время нам совсем не придется что-то кому-то доказывать. Все будет прозрачно и понятно в силу того, что конкурс-фестиваль существует, он работает, он приносит определенные плоды, и вопросов к нам больше не будет. Спасибо. Я не зря задала все эти промокрационные вопросы. Не потому что я так считаю, потому что я уверена, что есть множество людей, которых это волнует, интересует, ну, а кто-то может быть как раз-таки солидарен с моими вопросами. Хорошо, а скажите, когда будет проходить фестиваль, где и может ли прийти обычно человек стать зрителем? Да, с 23 по 26 марта. 23 у нас открытие, наш welcome концерт, где можно увидеть всех участников. У нас будет свое посвящение, у нас будет, правда, очень красивый концерт. Я бы на месте зрителей пришла, хотя бы ради любопытства посмотреть, что же они там такого делают, что же это за разговоры-то такие. Прийти и посмотреть. Билеты можно приобрести на ВЛ.ру, они там размещены. Можно в нашем аккаунте, другая высота, в Инстаграм, в общем, все ссылки посмотреть. Позвонить по нашему телефону, всегда Нина своим приятным, вежливым голосом ответит. 26 у нас закрытие, финал, такая небольшая интрига, потому что никто еще не будет знать, кто победил. И вот там вот прям в режиме реального времени будет проходить вот этот финал, скажем так, и мы будем объявлять победителей. И между у нас прослушивание, кстати, тут это тоже, как я сказала, все могут попасть по предварительной договоренности с нами и послушать, что же за дети у нас поют. Это увлекательно, это интересно. Ребята очень готовятся, каждый готовит костюм, какой-то видеоряд. В общем, интересно, что вообще за дети у нас. Поэтому и 23, и 24, и 25, и 26 можно оказаться в андеграунде по предварительному приобретению билетов. Екатерина, спасибо за этот разговор, за эти интересные ответы, за рассказ о другой высоте. Вот я, например, много нового для себя узнала. И спасибо, конечно же, вам за то, что вы это делаете. Спасибо, спасибо. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем. Я повторюсь, у нас в студии была Екатерина Бабенко, организатор фестиваля конкурса «Другая высота».